Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в четверг за богослужением читается Евангелие от Марка, глава шестая, стихи с 30 по 45. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. Во время она, собрашася апостолику Иисусу, и возвестише ему вся, и лико сотвориша, и лико научиша, и рече им придите вы сами в пустоместо едини, и почите мало, бяхубо приходящие и отходящие мнози, и неясти им бекогда, и идоша в пустоместо кораблем едини, и видиша их идущих народе, и познаша их мнози, и пеша от всех городов стецахуся там, и придвориша их, и снедошася к нему. И шет в виде Иисус народ мног, и милосердова о них, за небяху, яко овцы неимущая пастыря, и начат их учите много, и уже часу много бывшу, приступальше к нему ученицы его глаголоша, яко пусто есть место, и уже час много, отпусти их, дошедши во окрестных селях и весях, купят себе хлебы, не имут бочи со ясти, он же, отвечав рече им, дадите им вы ясти, и глаголоша ему, дошедши купим двенадцатом опенец хлебы, и дамы им ясти, он же, рече им, калика хлебы имате, идите и видите, и увидевши глаголоша пять хлебы, две рыбе, и повели им, посадите вся на споды, на споды, на траве зелене, и возлегоша на лехи, на лехи посту, и по пятидесят, и прием пять хлебы, две рыбе, возрев на небо, благослови и преломи хлебы, и даяши учеником своим, да предлагают пред ними, и обе рыби раздели всем, и ядоша вси, и насытишася, и взяши у крухи дванадесяти, коши исполн, и от рыбу, бяша же яши хлебы, якопять тысяч мужей, и обе понуди ученики своя в нити в корабль, и в арите и гона он пол в Ивсаиде, донди же сам отпустит народы. Прочитаем вместе этот текст в русском синодальном переводе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им, «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда. И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ увидел, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжалился над ними, потому что они были, как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступив к нему, говорят, «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего есть». Он сказал им в ответ, «Вы дайте им есть». И сказали ему, «Разве нам пойти купить хлеба динариев на двести и дать им есть?» Но он спросил их, «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнав, сказали, «Пять хлебов и две рыбы». Тогда поверил им рассадить всех отделениями на зеленой траве и сили рядами по сто и по пятидесяти. Он взял пять хлебов и две рыбы, возрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им. И две рыбы разделил на всех, и ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов. Было же, евших хлебы, около пяти тысяч мужей. И тотчас понодил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону, к Февсаиде, пока он отпустит народ. Пристав к пустынному берегу озера, где ожидавшие спасителя толпы народа не могли найти себе ни ночлега, ни пищи, апостолы с наступлением вечера обратились ко Христу с просьбой отпустить людей, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба. Ефимий Зигабен пишет, Ефимий Зигабен пишет, день уже начал склоняться к вечеру, но сами они не вкушали пищи, так как усердие к слушанию пересилило голод. Христос, желая поэтому насытить их чудесным образом, также ожидал повода со стороны их, чтобы не показалось, что он спешит к совершению чудес равным образом для того, чтобы взалкав, они больше поняли это чудо. На просьбу учеников Господь отвечает, вы дайте им есть. Конечно, ученики удивились, потому как у них было всего пять хлебов и две рыбы, но в руках Господа малое становится великим, и потому, показывая ученикам, что для него нет ничего невозможного, Спаситель совершает чудо. Святитель Кирилл Александрийский поясняет, чтобы Христос был всяческим образом познан, как сущий по природе Бог, Он приумножает малое количество и взирает на небо, словно бы прося вышнего благословения. Ибо Он, все наполняющий, Сам есть вышнее благословение от Отца. И чтобы мы узнали, что, приступая к трапезе и собираясь преломить хлебы, мы должны возносить их Богу, словно бы полагая на обращенные вверх ладонями руки, и не изводить на них вышнее благословение. Он стал для нас началом и образцом и путем этого дела. Когда же по повелению Христа стали собирать остатки хлеба, то набрали кусков хлеба и остатков от рыб двенадцать полных коробов, было же евших хлебы около пяти тысяч мужей. Коробами назывались те корзины, которые евреи брали с собой в путешествия, вместо походных сумок для хранения пищи. Святитель Иоанн Затаус замечает, пять хлебов преломил и раздал, и эти пять хлебов в руках учеников не истощались. Но и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в целых хлебах, а в кусках, чтобы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и чтобы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было. Будем же, дорогие братья и сестры, всегда помнить, что чем больше человек отдает другому, тем больше прибавляется удающего. И за все отданное нуждающимся Христа ради Господь вернет во много раз больше, подобно тому, как он наполнил двенадцать коробов. Благодати и милосердия Христа с избытком хватает всем людям, потому как Царство Божие всегда рядом и входит в жизнь каждого, кто готов его принять. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господи! И в с veulent, Благослови, НееееетANG! Нет! никаких! shook! Продолжение следует...